Петербургский период в жизни Александра Сергеевича Пушкина. Весной 1817 года закончился для Пушкина лицейский курс. Наступило время прощания с местами, которые сделались дороги, прощания с друзьями. На память друзьям писали стихи. В одном из них, посвященном Пущину, Пушкин писал «Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, шесть лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь. И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь, мой друг, она прошла. Но с первыми друзьями нерезвою мечтой союз твой заключен. Пред грозным временем, пред грозными судьбами, о милый, вечен он». Последние слова стихотворения оказались пророческими. Грозные времена и грозные судьбы ожидали впереди и Ивана Пущина, и Вильгельма Кюхельбекера, и самого Пушкина. И всегда, как бы тяжело ни складывалась их жизнь, голосом радости и утешения был для них голос верной лицейской дружбы. С середины 1817 года начинается петербургский период в жизни и в творчестве Пушкина. Лицеисты разъехались по разным местам. Пушкин получил назначение на службу при Министерстве иностранных дел. В Петербурге Пушкин живет весьма напряженной и разнообразной жизнью. Он близко сходится с будущими декабристами, знакомится с Грибоедовым, Боротынским, поэтом-партизаном Давыдовым. Укрепляется его дружба с Чаодаевым. С 1819 года Пушкин – активный член кружка «Зеленая лампа». Своё название кружок получил по цвету лампы в комнате заседаний. Зелёный цвет её воспринимался как символ надежды. Обстановка на заседаниях была самая непринуждённая. Вот как её описывает Пушкин в стихотворении из письма Якову Николаевичу Толстому. «Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных мус, где с ними клятвою взаимной, скрепили вечный мы союз, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство, где своенравный произвол менял бутылки, разговоры, рассказы, песни шалуна, и разгорались наши споры от искр и шуток и вина». Обстановка непринуждённого застолья не мешала серьёзным политическим беседам и чтению стихов свободолюбивого содержания. На собраниях кружка обсуждалась история государства российского Карамзина, велись дискуссии о репертуаре русской сцены, говорилось о будущем государственном устройстве России. Пушкину здесь всё было по душе, и атмосфера весёлой дружбы, и серьёзные разговоры, и споры о самом важном. В собрании «Зелёной лампы» он участвовал неизменно, вплоть до своего вынужденного отъезда из Петербурга в 1820 году. Жажда познания жизни, интерес к самым разным её проявлениям, в том числе и политическим, не только не исключали, но и предполагали для Пушкина усиленную творческую деятельность. Самое прославленное произведение Пушкина первых лет петербургской жизни – «О довольность». В произведении Пушкин выразил свой взгляд на политические проблемы современности. Поэт верит в необходимость и благотворность свободы, и это чувство окрашивает всё его стихотворение. Свобода, по его представлениям, способна принести людям благо лишь в сочетании с законом, с верностью законом. Лишь там над царскую главой народов не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетание. В 1818 году было написано стихотворение «К Чаодаеву» – одно из лучших и самых волнующих стихотворений вольнолюбивой лирики Пушкина петербургского периода. Начинается стихотворение с воспоминания о прошлом, о юности. «Любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Любовь, мечты о тихой славе, о славе лирического поэта, о славе философа – всё это для Пушкина в прошлом. Все эти высокие и желанные человеческие радости оказались обманом, потому что жизнь нелегка, потому что проходит под гнётом власть роковой, под игом самодержавия. Гнёт самодержавия – это и прошлое, и настоящее. И он вызывает у поэта не просто недовольство, но прямой и страстный призыв к действию, призыв к борьбе. Призывы поэта – не только его собственные, они звучат также от имени Родины, Отчизны. Отчизны внемлем призывания. Это придаёт им особый вес и особенную силу. Служить свободе, чести, отчизне – вот к чему призывает в своём стихотворении Пушкин. Свобода, честь, отчизна – это для него самые святые и самые прекрасные понятия. К 1819 году намечается внутренний кризис в жизни Пушкина, связанный с разочарованием в городской жизни. Жизнь в большом столичном городе выявила свои отрицательные свойства, самую страшную, особенно для поэта – неволю. Пушкин пишет Вяземскому, Петербург душен для поэта. Кризис, который переживал Пушкин, вовсе не означал творческого кризиса. Напротив, в эти годы и месяцы душевного разлада он ищет и находит спасительное убежище в творчестве. Он много работает, много пишет. Лучшие стихи этого времени посвящены деревне. Деревня для него – приют спокойствие, труда и вдохновение. Этот мотив звучит в одном из самых известных стихотворений Пушкина того времени – деревня. В 1819 году Пушкин уезжает на несколько месяцев в Михайловское. Он едет туда, мечтая о душевном обновлении, питая большие надежды. Поездка оказалась удачной для него. В Михайловском написано несколько прекрасных стихотворений, в том числе и деревня. «Деревня» – стихотворение двухчастное и двухплановое. Первая часть стихотворения напоминает Элегио – лирическое описание и раздумье. В ней содержатся дорогие для Пушкина признания. «Я твой люблю сей темный сад, с его прохладой и цветами. Сей лук, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины. Здесь вижу двух озер лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда. За ними ряд холмов и нивы полосаты. Вдали рассыпанные хаты. На влажных берегах бродящие стада». Вторая часть стихотворения – это уже не только Элегия, но и прямое обличение. Эта часть до 1870 года не разрешалась впечать цензурой и распространялась в списках. По своему тону и содержанию она резко контрастна первой. При этом контраст у Пушкина не просто литературный прием, а художественное выражение потрясенного чувства. Сильное волнение души и потребность выразить его естественно порождают контрастные слова и контрастные картины. «Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой. Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца». В петербургский период Пушкин написал и первую свою поэму «Руслан и Людмила». Сюжет поэмы сказочный. Герой-богатырь Руслан отправляется на поиски похищенной невесты, Людмилы. По пути он вступает в борьбу со своими соперниками и сказочными злодеями, совершает подвиги. Между тем похищенная героиня попадает в заколдованное царство, где всеми способами борется со своим похитителем, пока в конце концов ее не спасает герой. В событиях большую роль играют колдовство, чары, помощь добрых сил и препятствия, чинимые злыми силами. Однако наряду со сказочными элементами большую роль у Пушкина играет и бытовое, обыденное, современное. Например, свирепый злой черномор выглядит немощным стариком, а ужасная сказочная голова зевает и чихает. Авторская ирония пронизывает всю поэму и не просто разрушает привычные сказочные схемы, но и творит совсем новый, богатый неожиданностями художественный мир. Первая поэма Пушкина – это поэтическая шалость, но в этой шалости видны поэтическая дерзость и юная сила.